Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа на связи с муниципальной властью. Как всегда, по средам я Андрей Острев. И мы будем говорить о том, что важно для города. Сегодня у нас будет необычная такая тема. Вчера отпраздновали 90-летие с момента начала раскопок. То есть, вы представляете, это городской проект, который длится 90 лет. И конца, и края этому не видно. Ну и собственно об этом и о другой культурной жизни мы пригласили сегодня в студию Юрия Любарова. Добрый день, Юрий! Добрый день! Юрий, расскажите нам об этом празднике и почему за 90 лет все-таки Дикий сад не откопали? То есть, еще не откопали, да? Да. Ну, надо сказать, что на самом деле этому городищу уже тысячи и тысячи лет. И вчера этот день начала раскопок 90-летия совпал еще и с профессиональным днем археолога. Поэтому вот вчера собрались археологи на самом известном в Николаеве месте для того, чтобы рассказать, как это все происходит, как происходило. И на самом деле самое главное, что они донесли. Вот допустим, какую я вынес мысль после вчерашнего праздника для себя. Если сегодня мы находим артефакты и следы существования людей много тысяч лет назад, вот на этом самом месте, где мы с вами сейчас находимся, значит, есть надежда, что и через тысячи лет после нас здесь будут жить люди и находить наши следы нашего культурного, надеюсь, вот такого, на который сегодня живет. Да, вот именно, надо надеяться, что это будут следы культурной жизни, а не бутылки из-под пива, например. Да, что мы оставим культурные следы. Да. Ну, хорошо. Мы сегодня будем говорить о том, что происходит вообще в сфере культуры, что делается в городе и так далее. Вы проанонсируйте нам, что нас ждет. С удовольствием. Из развлечений. А я наших зрителей приглашаю присоединиться к нашей беседе. Телефон вы сейчас увидите на своих экранах. Звоните в студию, задавайте вопросы гостю. И, Юра, что нас ждет на ближайший день независимости? Неделя осталась? Да. Всего ждать? На следующей неделе в Николаеве состоятся торжественные мероприятия, посвященные и Дню Флага, и 26-й годовщине со дня объявления независимости Украины. 23-го числа в 10 утра на площади Соборной состоится праздник Флага. А на следующий день, 24-го числа, уже выходной день, наше управление совместно с Ассоциацией деятелей эстрадных искусств приглашает всех на Каштановый сквер. С 17 часов начнется хорошая, интересная, развлекательная программа. Будут и мастер-классы, и казацкие разваги, и выступления больших, маленьких, известных и неизвестных артистов. И выступления в финале замечательной живой николаевской группы, такой, знаете, такой украинский рок-фолк, я бы назвал, такая группа Индиго. Вот, я думаю, что хорошая будет программа, будет интересно. Конечно, выходной день лучше провести все вместе. У нас название праздника это Твидень Украина, это наш день, это ваш день, это день нашей страны, поэтому мы его должны вместе отпраздновать. А на Соборной площади будут какие-то мероприятия? Я помню, были флешмобы на День города, или это все-таки планируется на День города? К Дню города ближе, и Соборная площадь тоже заполнится людьми. Ну вот давайте тогда сразу и перейдем к Дню города, потому что я не уверен, что вы до Дня города ко мне попадете на программу. И поэтому давайте уже сразу анонсы, чтобы было нашим зрителям интересно. Значит, 16-го числа, в субботу, День города начнется с открытия выставочного такого городка. Городок, выставочный городок, что это такое? Это, ну на наш взгляд, День города, это день каждого горожанина. В этом году мы девизом взяли такую фразу, «Миколаев мисту солнце». Солнце в этом году доказало, что вот Николаев самый солнечный, наверное, на планете город. Я думаю, что все с этим согласятся. А солнце – это человек. То есть город и человек – это, в принципе, одно и то же. Мы должны гордиться нашими людьми, которые уже что-то сделали в городе, которые сегодня живут, которые делают что-то каждый день. Поэтому все, кто захочет, в этот день сможет выйти на улицу Соборную, на площадь Соборную и, не побольше этого слова, порекламировать себя, свой бизнес, свою культуру, свое творчество. То есть мы сделаем выставки всего того, что сегодня делается хорошего в Николаеве. Это будет и управление по делам семьи и молодежи, управление здравоохранением, управление культурой, управление образованием. Четыре района представят свои такие выставочные городки. Так что вот можно будет в этот день за несколько часов на выставке увидеть самое лучшее, что есть в нашем городе. Вот это такая идеология. А какой вообще план мероприятий? Есть приблизительно понимание, во сколько он начинается и когда финал? Работа выставочного городка начнется на площади Соборной в 11.00. Ожидаем несколько сюрпризов. В принципе, хотелось бы, чтобы впервые в такой праздничный день городской голова лично объявил мужем и женой те пары, которые в этот день будут бракосочетаться. Знаете, как выходит городской голова и красиво на Магистратской площади объявляю вас мужем и женой. Пройдет парад карапузов, пройдет масса всяких флешмобов, каких-то интерактивных акций. Сделаем там и фотозоны. Сегодня это очень модно. Мы постараемся все это заполнить какими-то разными фотозонами, чтобы люди смогли оставить память себе об этом дне. Фотографируясь на фоне всех каких-то интересных таких прикольных штук. Это все продлится где-то до 18 часов в разных точках центра города. Ну а с 19.00 на Соборной начнется большой такой праздничный концерт. Прежде всего там звездами будут николаевские артисты. Это прежде всего. Потому что наши музыканты, наши птицы... Но вы же сказали, что мы должны гордиться своими людьми, правильно? Безусловно, безусловно. Будет живой оркестр. Мы будем петь и танцевать под живой оркестр. Но без гостей мы тоже не обойдемся. Поэтому праздничный концерт завершится выступлением известных в Украине и даже за пределами Украины гостей. В прошлом году очень сильно раскритиковали хедлайнера. Если вы помните этого концерта. За его специфическую песню. Кто в этом году будет хедлайнером? Я сейчас не готов сказать, я не председатель оргкомитета. Мы ждем от председателя оргкомитета объявления. Он должен объявить, кто гостем является. Но я скажу еще раз. Это будет действительно интересный артист. Но я бы не хотел, чтобы люди в этот вечер пришли только ради того, чтобы посмотреть на звезду. Нет. Я считаю, что надо прийти, чтобы вместе быть в некой праздничной атмосфере. Почувствовать единство. Единство, что мы вместе живем в одном городе. Мы ходим по одним улицам. И все, что мы делаем, хорошего или плохого, не дай бог кто-то делает, мы делаем все-таки для себя и для своих соседей. Значит для нашего города. Вы знаете такую фишку? Мы придумали, я сейчас объявлю наверное ее уже. Николаев город солнца наша тема. И те, кто в этот день придут в одежде цвета солнечных цветов. В желтом, в оранжевом, в красном. Тех мы будем пускать в фан-зону. Они будут там танцевать уже прямо вот непосредственно по сцене. Со звездами. И с николаевскими, и с приезжими. Здорово. Здорово. Ну что ж. Я надеюсь, те, кто смотрит нашу программу в принципе кусочками, надеюсь, останутся довольны нашей рекламой. Собственно говоря, то, что город приготовил для своих горожан. Именно для того, чтобы рассказать об этом мы и собираемся здесь в студии каждую среду. Ну, теперь поговорим немного о, скажем, делах насущных. Давай. Вы не так давно, собственно говоря, возглавили это управление, и ваша работа была высоко оценена горожанами, имеется в виду период работы вашей сказки. И, собственно говоря, от вас ожидают, наверное, какого-то, может быть, прорыва в сфере культуры. Как вы считаете, с какими проблемами вы столкнулись? Что возможно решить в краткосрочной перспективе, в долгосрочной? И какую основную цель вот своей работы вы ставите? Что считаете вы вот успехом на этой должности? Я считаю успехом, наверное, буду считать, если смогу все-таки сделать что-то полезное для культуры города. Потому что управление по вопросам культуры не должно замыкаться только на тех учреждениях коммунальных, которые сегодня находятся в нашем ведомстве. Безусловно, первая работа, которая есть в управлении, это заботиться о тех, кто находится в нашей структуре. Это библиотеки, это музыкальные и художественные школы эстетического воспитания, дома культуры, зоопарк, детский городок, сказка и другие наши коммунальные учреждения. Первое, что мы должны о них заботиться, об их материальной базе. И в этом году, наверное, все-таки рекордное количество наших учреждений зашло в ремонт. Зашло или заходит, или находится в подготовительных стадиях ремонта. Потому что действительно материальная база наших библиотек, музыкальных школ, все-таки оставляет желать лучшего. И надо сказать, что некоторые наши учреждения, и это правильно, находятся в зданиях, которые являются исторической ценностью. Поэтому там не может идти речь о простом ремонте, замене просто окон или потолка. Там идет речь о реставрации. Конечно, реставрация это свои сложности, это свои правила, это удлиняет процесс. А в это время где-то надо, не теряя этого учебного процесса, где-то педагогам заниматься со своими учениками. Потому что это все-таки нельзя остановить и на год закрыть музыкальную школу. Вот в этом самые, может быть, большие технические трудности, вот в такой вот непростой материальном нашем состоянии. Ну а в общем-то своей целью я ставлю немножечко расширить вот этот взгляд. Чтобы все-таки управление культуры, я не скажу, отвечало за всю культуру в городе, но каким-то образом пыталась воздействовать на культуру в широком смысле этого слова. Вот если мы говорим про дикий сад, то моя мечта, чтобы в городе появился городской музей. Сегодня музей, который находится в Николаеве, это музей областной коммунальной собственности. Но дело даже не в собственности, а дело в том, что они рассказывают в большинстве своем, допустим, краеведческие музеи, они рассказывают историю края. Музей адмиралтистов и флота рассказывает об истории флота. Музей подпольно-партизанского движения рассказывает соответственно о этом периоде жизни. А нам в общем-то городу нужен еще музей нашего городского быта. Мы должны как горожане понимать, как жили люди сто лет назад, как жили люди 50 лет назад, какими они вещами пользовались. И это должен быть не музей такой, где за стеклом что-то лежит и мы не можем прикоснуться. Это должно быть что-то такое живое, интерактивное, чтобы человек приходил и погружался в эту атмосферу, чтобы он понимал, ну вот самое главное для культуры, надо понимать, что до тебя тут жили люди и будут жить после тебя. И это тогда дает тебе какое-то понимание того, что ты не один и надо вести себя хорошо в конце концов. А вести себя хорошо. Я в принципе не хотел затрагивать, но вы много раз меня подводили под эти вопросы. Прочитав наши новости, вот новостные сайты наши, вот мой коллега Игорь Пох очень часто это отмечает в своих постах, там, например, из 15 новостей 9 негативные, 3 полунегативные и 3 нейтральные. То есть хороших новостей как таковых нет. И очень много новостей, связанных с вандализмом, с какими-то проявлениями такой вот откровенной, откровенного бескультурья. Мы как страна выбрали себе вектор европейских ценностей. Европейские ценности – это и взаимное уважение, и достаточно высокий культурный уровень по отношению друг к другу. Юра, вот у меня такой вопрос. Я в себе очень часто задавался им, и у меня ответа, например, нет. Может быть, у вас где-то будет такой, скажем, концептуальный ответ. Вот как значительно улучшить или увеличить, или, не знаю, покращить культурный стан нашей, особенно молодежи? Потому что за молодежь больше всего вызывает, собственно говоря, такую тревогу, например, у меня, наблюдая те ценности, которые они проповедуют. Не секрет, что в любой район, зайдя вечером, вы столкнетесь с компаниями, которые распивают алкоголь, кричат мат и так далее и тому подобное. Собственно говоря, складывается ощущение, что город далек от культуры. Вот что, по-вашему, можно сделать для того, чтобы стимулировать развитие культуры и поднять общий культурный уровень? Я думаю, что в этом случае надо нам поступать, как англичане поступают с газонами – удобрять, поливать и стричь. То есть нам надо внедрять что-то хорошее, нам надо все-таки, ну не нам, управлению по вопросам культуры, но как бы другим органам, государственным институтам, наказывать за что-то плохое и набраться терпения. Потому что нельзя создать культурный слой и внедрить культуру за одну секунду. Это процесс длительный, это выращивание. В общем-то, что такое культура? Это все небиологические проявления человека. Все, когда человек не ест, не пьет и не дышит и не спит, все остальное – это культура. Культура труда, культура поведения, культура быта и все остальное. Вот это все-таки воспитывается. По поводу молодежи, ну да, может быть, конечно, молодежь сегодня ведет себя, может быть, более раскованно, чем, например, в моем детстве. Но о том, что молодежь плохая, говорили всегда и тысячи лет назад. И через тысячи лет будут говорить и говорить, фу, какие они вот плохие. Но я обратил внимание, что в последнее время, если на переходе кто-то переходит на красный свет, то это взрослые люди. А дети и молодежь в основном все-таки стоят на красный свет и ждут зеленого. Не знаю, вот я что-то обратил внимание, мне кажется так. Раньше было наоборот. Вы знаете, я вам скажу, я тоже на это обращал внимание. И иногда вот очень было приятно, например, обращать внимание, нет никого, загорится зеленый и пойдем. Это такая фишка, хорошая фишка. Ну, да, может быть, это флешмоб какой-нибудь такой. Ну, слава Богу, он что приводит к позитивным результатам. Да, но и при этом я скажу, что не надо бояться тратить средства на культуру. Да, если мы говорим о том, что вот, ну что там выделять там на музыкальную школу, там на библиотеку, там на музей, даже на концерт, даже там условно на день города. Вот, так что там, что у нас других проблем нет, а что мы уже все решили, а что мы уже все заасфальтировали, а что мы все крыши починили. Мы никогда не починим все крыши, мы никогда не решим все проблемы. Жизнь-то продолжается? Конечно, если человек 8 часов работает, 8 часов спит, так он 8 часов должен отдыхать, развлекаться, развлечения, отдых и хорошее настроение, это то, что даст человеку возможность завтра работать, с хорошим настроением идти на работу и так далее. То есть средства, ну, я не говорю сейчас там выбрасывать деньги на фейерверки, на все это, но, ну, как бы отказывать людям в культуре нельзя. Ну, культура тоже разная, и библиотеки должны быть, и музыкальные школы, и, наверное, все-таки рок-концерты, и хип-хоп мероприятия, то есть это все культура. Ну, вот как вы считаете, смотрите, вот есть у нас объекты, объекты культуры, да, которых вы перечисляли, это библиотеки, там, музыкальные школы, там, специализированные заведения, которые вот как раз позволяют в основном детям реализовывать себя в плане роста там, ну, культурного роста, да. Как вы, как вы считаете, на сегодняшний день есть заинтересованность в городе, вот, у молодежи посещение таких мероприятий, или, например, библиотеки посещают более уже люди, ну, старшего возраста, молодежь не тянется. Ну, в музыкальных школах понятно, и вот какая их наполняемость, ну, сколько людей, скажем так, стремится ли сегодня молодежь, вот в мое время, я помню, музыкальную школу это было, ну, закончить чуть ли не нормой, собственно говоря, ну, то есть, не знаю, я даже как-то пару лет там тоже прозанимался, ну, поскольку медведь не пожалел, поэтому не судьба мне стать, стать, там, погонение, да. Как сейчас это, как с этим обстоят дела сейчас? Мне тяжело сказать, сравнивая, там, с прошлыми годами или это, но интерес есть, интерес будет всегда. Музыкальные школы сегодня, ну, и уже очень давно, это ведь начальная ступень профессионального образования. Это ведь не просто музыкальный кружок, я иду учиться играть на гитаре, потому что хочу научиться. Это ведь все-таки ребенок, заканчивая музыкальную школу, он получает документ, который позволяет ему идти учиться дальше, дальше и дальше. Он может идти, то есть, это все-таки первая ступень внешкольного, но образовательного процесса. Если мы говорим про кружковую работу, да, там, хореографические коллективы и так далее, тоже многие рассматривают это как путь в своей профессии. Мы танцуем, дальше идем там, танцевать в профессиональный коллектив или там далее, то есть, это ведь не только хобби, но при этом большинство людей, ну, как бы для них это самовыражение. Эффект, то есть, они могут работать в одном месте и при этом там прекрасно танцевать и с удовольствием выходить даже на какие-то концерты рядом с профессиональными артистами. Если мы говорим про библиотеки, вы говорите, библиотеки взрослые, нет, библиотеках как раз больше детей, то есть, ну, будем говорить так, и школьная программа заставляет детей туда идти, но и библиотеки сейчас другие, они развиваются, там и интерактивные, компьютеры, какие-то кружковая работа. И моя задача в том числе помочь библиотекам стать немножко другими, чтобы они из книгохранилищ, которыми они уже перестают быть, становились просто центрами досуга, литературными кружками, центрами знаний. Да не знаю, там, сейчас разговариваю с одним из известных николаевских писателей, он начнет вести там курсы писателей для взрослых и для детей, он будет учить желающих людей просто писать, ну, какие-то произведения будут там, они будут сидеть, критиковать, то есть, такой литературный, литературный кружок, именно не стихи, а именно прозу, что в Николаеве на самом деле, ну, проблематично. Если поэтов в Николаеве много, то прозаиков нет, а это как раз и проблема для города в плане его пиара. Потому что вообще на самом деле все пиарится и становится известным через художественные произведения, да, если мы говорим там, что Одесса, Одесса это одесские рассказы, да, если мы говорим Нью-Йорк, то мы Нью-Йорк знаем по художественным фильмам. Так вот, чем больше будет книг и фильмов когда-нибудь о событиях, которые происходили в Николаеве, тем больше наш город будут знать за пределами нашего города. Ну, и сами жители будут гордиться тем, что один из исполнителей спел песню про Одессу. Я горжусь, что здесь родился и вырос, здесь и умру, да. Ну, если, хорошо, с этим, с этим как бы понятно, тогда такой вопрос, если мы, если мы говорим, например, о какой-то дорожной карте культурного Николаева. То есть, я сторонник, я всегда во всех своих начинаниях, я сторонник того, чтобы, если ты что-то хочешь показать, то должна быть какая-то карта, которая непросвещенному в этой отрасли человеку давала возможность что-то познать. Ну, например, приведу параллельный пример, да, там, придя в какой-нибудь музей, да, ты там или в какой-нибудь такой большой экспозиционный зал, ты там берешь какую-то программку и по ней как бы ходишь, как по карте, да. Вот, существует ли у нас и планируется, может быть, такая культурная карта Николаева для того, чтобы людям, которые, может быть, где-то бы и хотели, но не знают, где посмотреть, где узнать, а вот именно о культурной жизни Николая. Карта, в смысле, в прямом смысле этого слова? Ну, виртуальная, да, то есть, мы зашли и посмотрели, где что происходит. Нет, нет, как раз, я думаю, что она должна быть не сколько виртуальной, сколько такой, скажем, таким неким путеводителем, путеводителем, ну, в любом виде, в электронном, но прийти нужно именно в то место, куда ты хочешь дойти, а не просто посмотреть это, сидя там на диване в интернете. Я понял, вот это, это как бы я и пытаюсь, пытался сказать, когда говорил, что вот управление должно заниматься не только теми учреждениями, которые у нас есть, потому что карта наших учреждений, условно говоря, она есть, и сейчас мы там, запускается новый сайт, все-таки в исполкоме появились новые люди, все-таки движение вот это вот есть в сторону какого-то технического прогресса. Да, и многие люди понимают, что такое гугл документы, и мы уже со многими сотрудниками работаем в одном и том же документе, не находясь рядом, и это, ну, ускоряет немножечко наше общение, но вот то, чтобы управление наше хотя бы знало о том, что происходит во всей культурной жизни города, да, и в кинотеатрах, и в театрах, и, извините за выражение, в ночных клубах, да, что происходит, не надо за это отвечать, не надо ими руководить, эти цветы будут расти сами, да, там, хорошая коммерческая составляющая, но понимать, что происходит, для того, чтобы откорректировать, может быть, когда-то, на что действительно городу стоит потратить деньги, там, где у нас провал, там, в патриотическом воспитании, там, в каком-то, там, не знаю, там, воспитании классической музыки, то есть вот это вот, это очень правильно делать. Ну, сейчас много проектов мы хотим в этом году сделать, и один из проектов таких, ну, он не новый, да, то есть, искусство должно прийти к людям, да, если людям тяжело, может быть, там, прийти куда-то в клуб, то мы будем пытаться и с музыкальными школами, и с домами культуры выходить, ну, в прямом смысле слова во двор, если позволит погода, будем входить во дворы, если погода не позволит, будем где-то искать какие-то места, где живут там компактно люди и приглашать их на какие-то небольшие, какие-то музыкальные, литературные, творческие вечера, ничего там нового нет, всегда были агитплощадки, куда кто-то приезжал, вот, ну, периодически это надо возобновлять, сегодня это людям надо. Вот вчерашнее в Диком Саду, это меня убедило, пришло сотни, несколько сотен людей, пришли без определенной какой-то там рекламы, без какого-то там коммерческого интереса, они пришли посмотреть, потому что им это реально интересно, и они слышали. Да, и, собственно говоря, досуг нужно менять от привычного досуга, который сейчас сформировался на более познавательно-культурный. Поэтому был такой вот успех у фестиваля воздушных шаров, потому был такой успех у фестиваля у феста МРИ, да, потому что вот, казалось бы, ну, что такого, да, ну, сцена, ну, да, как бы, ну, артисты, ну, все это, ну, за городом, но люди едут, людям надо что-то новое. Вот в этом и есть, наверное, искусство, не культура, а искусство, удивлять. Удивишь человека, все, получишь от него хорошую отдачу. Ну, я бы, я больше скажу, вот тут как раз очень здорово, особенно фестиваль воздушных шаров, да, воздушных змеев, да, он очень, было приятно смотреть, особенно в ленте фейсбука, сколько люди выложили фотографии с детьми, как дети были от этого счастливы. Я уверен, что это яркий праздник навсегда останется для этих детей, дети потом захотят своим детям передать это и так далее и тому подобное. То есть такое времяпрепровождение. Неожиданное, да, неожиданное такое приятное впечатление, воздух, природа, лето, ну, степи и такие красивые всякие змеи. Да, да, и вот такие фотографии сочные, погода, так, ну, вот как раз все в руку. Что ж, наша программа, к сожалению, подошла к концу, с вами мы можем очень долго говорить об этом. Я хочу от себя и от наших зрителей пожелать вам успехов, мы ждем от вас, ждем от вас, продолжаем ждать и наслаждаться вашей работой. Спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали нам о культурной жизни нашего города. Я напоминаю, что с вами была программа на связи с муниципальной властью, мы встретимся с вами в следующую среду. Не переключайтесь, телеканал Николаев, с нами всегда интересно.